Значит, вот скрипт психологии, мы же здесь должны тогда говорить, если это философскую часть этого дела рассматривать, мы должны говорить, что тогда я свободе воли, получается, о том, что она, в общем-то, фиктивна? Получается, что нет. Получается, как раз именно здесь она и обретает собственный смысл. Это вот с точки зрения психолога, у него, получается, да, жизнь, она как бы эффективна. Потому что ты относишься, утром встал, кофе попил в одном скрипте, на работу сходил во втором скрипте и так далее. Мы с тебя живут скрипты. Но проблема Достоевского и всех остальных, то, что мы, то, что с нами происходит, к этому относимся. Относимся это обычно двумя способами. Это первый способ, это тем, что пытаемся придать этому определенного рода театральность. Вот этот самый провинциальный врач, который берет, и этот провинциальный врач берет и... Косит под врача. Да, косит под врача, начинает играть во врача, в конце концов. Ну, какой-нибудь там. И тогда какой-то нам знак обретает какой-то супер смысл. Например, крыжовник, известный рассказ Чехова. Что вот мы там у себя дачу заведем, там крыжовник будем сажать и так далее. Они оказываются в некой ситуации, получается, вот именно в такой ситуации своеобразной формы рефлексии. И вторая ситуация, когда мы почему-то сами себе портим вот в эту самую, называется, игру. Ну, вот этот Светригайлов ухаживает за Дарьей Родионовны Раскольниковой. Вот с ней ухаживает, и все как бы... И тем распространенным образом, которым я пишу, позволяет ей учить себя добродетели. А он красив, окладист, ну, позволяет ей. Что он был плохо, она взяла, его и просветила. Это она-то 50-летнего помещика, девчонка молодая. Та его учит, глазки не загорелись и так далее. А он не выдерживает эту силу, ломает себе игру. И вот ситуация скверного анекдота, опять-таки, у Достоевского. Поспорили крупные чиновники между собой. Один другому, значит, и говорит, а давай-ка попытаемся отнести не как инструменту к этому чиновнику, а это, по сути, пишущая машинка. Пишущей машинки не было, для этого используют людей, переписчиков. Вот там, на 30 рублях, да. Вот. Мы пытаемся чего-то сделать из себя. Ну, предлагается скрипт, а ты, говорят, не выдержит. То есть, ему-то надо выдержать вот этот самый скрипт, из себя соорудить вот этого милого, хорошего начальника, который, хоть и не за панибрата, но зато к чиновнику простому, к мелкому, относится как к человеку, а не к кому-либо еще. Ему, говорят, не выдержит. И не выдержал в самом деле. Не выдержал вот этой ситуации, скриптовой ситуации. Сам себе сломал. Это вот как бы очень странный подход, когда ты ухаживаешь за девушкой, ты любишь и ломаешь себе ситуацию. Ну, ухаживай. Ломаешь. Ну, вот сам по себе. Потому что нестерпимо ситуация ухаживания сама по себе. Нестерпимо. Невозможность не справиться. Вот здесь и возникает тогда свобода. Либо ты стерилизируешь ситуацию, потом ты ей цветочки даришь, там, изображаешь себе любовника, берешь вот эту всю эту пошлятину, изображаешь из себя там во время баскетбольного матча, микрофон, я тебя люблю, ты должна тоже как-то этим делом проникнуться. Ты выйдешь за меня замуж. Она, да, я за тебя выйду замуж. Все вот это гадость. Вот это все, вот это гадость. Это с одной стороны. А с другой стороны, А с другой стороны, когда ухаживал, ухаживал, а потом бац, себе работу, всю игру сломал, и сидишь на таком месте. Ну, вот никак. Вот этот образ тоже у самого Версилова. Ведь ему, его сынок-то, долгорукий, который просто, он ему это просто так и говорит. Да здравствуй. Говорит, вам это все большого труда, ваши достоинства делились. А вот ей, не помню кто, Катерина Николаевна, Екатерина Ивановна, а ей досталось просто так. Да он говорит, да это не поэтому. Имея столько власти, потому что она красавица редкостная. Ты не можешь ее мыслить иначе, как совокупность всевозможного рода достоинств. А я тебе уверяю, что это самое, что на есть обычная женщина. В самом деле, ты влюблен, и ты понимаешь ее, что она воплощение всех совершенств. Вот. И ты это делаешь, стилизуешь, слишь на нее, слюнки пускаешь и так далее. Вот этим тем, что долгорунки занимается. А здесь как бы ситуация, Аверсилл занимается очень простым этим вещем. Он оказывается в ситуации рефлексии. Он доказывает всеми силами, что она, то есть она, живое воплощение вот этого самого скрипта, имеющего над ним власть. Обычная длинная женщина. И вот за этот самый кусок бумаги, вот за это самое письмо, она душу, тело, и весь умысл кому угодно продаст. Даже последнего мерзацию. сейчас можно, минуточку, сейчас я выключу стиральную машину. то есть, так, возвращаемся сюда. То есть, получается, что мы так и возвращаемся. Как раз это и есть вопрос свободы. Это вот психологи и американцы думают, что свободы как бы нет. Потому что один скрипт поживаешь, потом другой скрипт поживаешь. И так в жизни не приходя в сознание и прожил. Достиг успеха в жизни, много денег, всякого прочего. А так, на самом деле, ты и не жил по большому счету. А их искусство еще разобрать такую технику, чтобы ты не жил, чтобы ты ни в чем не сомневался, чтобы ты зарабатывал деньги, много денег, еще больше денег, еще-еще. Это понятное стремление. Я у себя в книжке когда-то, ну, когда ее там 20 лет написал, вот на эту тему, я говорил, можно подумать, современная всякая культура и наука создана одними только дураками. Можно подумать. Ну, потому что, которые не рефлектируют таким образом. А у которых рефлектируют, ему ничего невозможно, ему ухаживать невозможно, работать невозможно. Это называется подпольный человек. Сидит в подполье, ни на какой жест не способен. И у меня куча таких знакомых. Все вот так живут. Правда, они все придумывают оправдание себе. Отчасти, да, отчасти и в своей тоже, и во многих других жизнях можно увидеть, не только если это работа, это может быть и женитьба, и может быть множество таких социальных институтов, институтов, в которых мы, будь то это работа, будь то это учеба, или что-то, в которое не хочется впадать. Но вот все-таки здесь вопрос получается, что мы свободу воли обретаем через отрицание ее отрицание. Да, совершенно верно. Декарт так и говорит, что свободу состоит не в том, что выбирать, а в том, что выбирать между тем, чтобы выбирать и не выбирать. Это очень странный тезис, потому что мы знаем понятие свободы воли, которое состоит в том, чтобы выбирать. Между Кока-Колой, то есть иколой, между Фордом и Маздой, между Иисусом Христом и Магоменетом, хотя что, нужно же не выбирать. Ну и так далее. Всевозможного рода выборы. И между двумя крупными стенами Бурданов-осел. Одна слева, вторая справа. Какую он выберет? А Декарт нам и говорит, что свобода стоит как раз в чем-то другом. Свобода стоит в том, выбирать между тем, чтобы выбирать и не выбирать. Да, но вот можно подвергнуть критике такому суждению о том, что все-таки это уже и не в полном смысле тогда будет получаться свобода тогда, что мы будем иметь. Да вот как раз она именно свобода и будет, но она вот будет опосредована собой. Вот настоящая свобода, она опосредована собой. В этом же блестящем же месте у Достоевского люди приходят, это в игроке, это Наговицын разбирает очень подробно. Люди приходят к князю Мышкину и говорят, что ты, может быть, он вот вон есть сын поприщева, и ты по природному закону должен дать ему денег, то есть все свое наследство, которое получил. А потом выясняется, так может ты и не сын поприщева и так далее. Вот они к этому подходят как к обычному простому факту должностованию. А ты имеешь дело всякий раз в этой области рефлексии опосредованно самим собой. Поэтому, когда ты делаешь акт нравственный, акт нравственный, то есть дать человеку деньги, это не является законом природной необходимости, а является вот именно такой сложной ситуацией в последовательности с самим собой. А, то есть интересно, то есть мы вот таким образом своеобразным присоединяем свободу воли к нашим нравственным соображениям, получается так. Да, то есть нравственные соображения это и есть свобода воли. Это очень странно. Здесь естественные науки совершенно не работают. Электрон не знает, и осел не знает, что такое свобода воли. Там, где начинается нравственность, там начинается свобода воли. А вот эти дурачки во главе с сыном Поприщева, они что думают? Они думают, что нравственность, нравственный закон это такой закон, как природный закон. Приходят к нему, говорят, да он же сын Поприщева, да дай ты ему денег, и откажись от наследства. Потому что, вот так это и естественным образом. А он не сын Поприщева. И нравственный закон, но вот он и закон. Достоевский это разбирают очень хорошо в этом самом месте из идиота. Обратиться к нему вообще. Интересный вопрос. Я просто так не ставил. Просто для меня был он решен со свободой воли от того, что либо мы действуем по мотиву, либо никак. То есть нам нужен мотив всегда для действия. Вот так узко смотрел. Ну обычно мы придумываем мотив, конечно. Да, мы уже свои рефлексии. Почему? Потому что здесь, я как размышлял, что наш рассудок обладает фикцией о свободе воли. Чтобы ему вообще действовать, ему нужно полагать, что его воля свободна. Просто это, как я считал, за фикцией. И мысли еще одна была, которую нужно было дополнить, но почему-то ускользнуло. Что всякая наша добродетель, да, это уже исключение исправил. Здесь по-разному философы тоже смотрят на это дело, на это дело. И что же такое, вышла мысль из головы тоже. То есть для меня был вопрос решен, а вот так, конечно, надо тогда посмотреть особым образом. Да, я только книжку предлагаю всем. А что, кстати говоря, даже если бы не думал, а что, как, где можно книгу вашу встретить? Мою книгу, вот я ее сделаю, она была издана в журналах всяких, моя собственная. В основном, это белорусский журнал, как он назывался. Ну, не думаю, что он где-то сохранился. У меня есть экземпляр, я могу сейчас ее показать. Я постараюсь издать сам, сам ее сделаю, или сдам ее, как-нибудь. Но соберусь, потому что я свой старый диск, который полосил с органой гавайты, его раскурочил, и он у меня сейчас, главный вопрос, Александр Дмитриевич Рогашков, сейчас на компьютере есть, но я даже туда не залезал еще, что там происходит. Ну, вообще-то, сейчас, по идее, издатели бы могло подкупить то обстоятельство, что как бы... Не-не-не, будет чисто виртуальная, в Риберро или в другом этом будет издана. А, то есть сделать только завесткой, да, текста делать? Да, да. Нет, еще надо его открыть, если он там есть. Ну вот, и ее сделать. Понятно, интересно. Ну да, мне тогда в годы 23 было просто, по-моему, или 24. Ну, молодые статьи, они зачастую очень проницательные. Ну, она такая была еще в этом. Слово скрипта я не знал, конечно, у меня было слово текст. Вот, и это вот, вот это такое, вот это надо дело, ее разобрать. Вот такая вещь. Да, подкинули ее пищу для ограничения, интересно мне, потому что нужно перестраивать эту модель со свободой воли. Да, вот этот странный тезис, декартовски понять, что свобода, она состоит не в том, чтобы выбирать между тем и тем, а в том, чтобы выбирать, между тем, что выбирать, и тем, что не выбирать. Вот это странный тезис, как бы. Вот, кстати говоря, вот ученик писал его в Спинозе камень, подброшенный вверх. Если бы камень, подброшенный вверх, обладал бы сознанием, он думал бы, что летит по собственной воле. Вот, очень такая интересная иллюстрация, и Шеренгару добавляет, между прочим, что и он бы в этих мыслях был бы прав. Да, это называется не выбирать. Выбирать между тем, что... Не выбирать, то есть думать, что ты летишь по собственной воле, и между тем, что выбирать. Это очень... Вот такой странный тезис. Вот действительно, вот так оно и есть. Вот это и называется не выбирать. То есть, человеческий... Ты, к сожалению, даже не можешь стаканчик пепсикола выпить просто так. То есть, в этот момент, ну, человек с развитым сознанием, он тут же понимает, что в этот момент это мой акт свободной воли, в том, что я выбираю то, чтобы не выбирать апплютика какого. Ну, да, да, интересно. То, что... Вот. И это, как бы вот очень странная ситуация, она получается опосредованная собой. Да. Не просто вот так, бац, тут овес, тут столько, столько, как это... Солома просто. И ты берешь, между ними выбираешь. Это же было... Они же были очень смешные, они говорили, а может быть осел чуть ближе к другому стогу стоит. Потому что нельзя, да, поставить идеальный опыт, такой, на практике нельзя провести. Это понятно. Да, и самое смешное, что ты, как от Кока-Колы, Пепси-Колы, как от некой формы навязчивости, никуда не уйдешь. Но они у тебя будут уже формы навязчивости. Ну, да, да. Либо они будут у тебя формы восторга, либо формы навязчивости. Вот в чем дело. То есть, к одному тому, что мы больше будем любить, а другой меньше, чтобы произвести этот выбор в точке абсолютно вот этой свободы между Кока-Колой и Пепси. А это не важно, как больше любители, не это. Другое дело, что к этому нужно отнестись вот этим, рефлективно. То есть, у тебя будет одно, что тебе дали, то и пьешь. То есть, либо Кока-Кола, либо Пси-Кола. Выбрал, ты черт с ним. Между женщинами выбрал. Я понял рекрусивно это обстоятельство, что мы выбираем. И между женщинами выбрал уже. Но какая получилась, такая и есть. Какая получилась, какая и есть. Какая подвернулась. Случайно. Я понял. Но ты ее можешь выбрать как форму навязчивости, самую Кока-Колу, либо ты можешь ее выбрать в качестве формы, ну как такой свободный выбор, как вот этот камень. Что он летит с восторгом. Просто камень бы летел на предприторге, иногда он бы летал с формой восторга еще. Это не просто какой-то там офицер, а майор. Ну да, видимо так. Не просто офицер, а майор. Ну вот такая вот вещь. Интересная, интересная, интересная точка зрения своеобразная. Потому что вот как раз таки все мое знание основывается на опять-таки, опять-таки на шопенгауэрских представлениях. У него есть два основания нравственности, как раз так называется, трактат там небольшой его. И вот он привязывал все-таки наши нравственные деяния, чистые, чистые нравственные, необоснованные каким-то мотивом, относил все-таки к тому, что к трансцендентности морали, что осознание там, я уже не понял, как что, осознает человек, с другим человеком осознает себя чем-то идейным, общим, одним, в противоположность представлениям, что они различны. И это осознание дает его толчок к тому, чтобы ему какой-то оказать помощь, причем, которая была бы не мотивирована каким-то, ну, не мотивирована вовсе. То есть, он и смотрел изначально на чистое нравственное действие, он смотрел как на чудо, как на чудо, которое в обычном мире, в мире, в котором мы представляем, что здесь есть осознание или материализм, в обычном мире просто не может произойти. Вот так он смотрел, и вот такие доводы приводил к своим там, соображениям. Вот, вот, вот. Просто здесь же получается так, что если мы свободную волю не имеем, мы не властны на цене поступками убивать, например, человека, нам ее не убивать, а здесь получается, что все-таки имеем такую вот опосредованную власть над таким выбором. Так получается? Да, да. Что мы все-таки можем его судить за его деяние, именно судить философским образом, то есть, не то, чтобы не только наказывать, но и судить его можно? Да, конечно, можем, да. Ага, интересно, вот это, да. Просто здесь мои очень многие мелодезенческие моменты пошатнулись в каком-то смысле. Спасибо.